Добро пожаловать в куб любителей хороших фильмов LikeFilm.db Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на 2012-2009 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Помпеи 2014 года История любви раба Майла и благородной Кассии, обручённой с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которая навсегда стёрла с лица земли древнеримский город Помпеи. Навстречу шторму 2014 года Всего лишь за один день невероятное нашествие смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо. И при этом метеорологи говорят, что худшее ещё впереди. Большинство ищут убежище, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя. Насколько далеко сможет зайти охотник за торнадо ради одного единственного, зато какого, снимка? Ной 2014 года Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и в мифологии разных народов, является история о Великом Потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покрал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Знамение 2009 года После вскрытия временной капсулы, в которую в 1959 году группа школьников поместила рисунки со своим видением будущего, в руки к профессору Джону Кеслеру попадает загадочный лист, сверху донизу и списанный цифрами. В поисках расшифровки содержания листа, Кеслер устанавливает загадочную связь между цифрами и крупнейшими мировыми бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50 лет. Если верить цифрам, трагедии не избежать и в будущем. Только теперь Кеслер знает, когда их ожидать. Но есть ли возможность их предотвратить? И самое главное, что будет, когда цепочка цифр кончится? День, когда Земля остановилась, 2008 года Об инопланетянине, который прибыл на нашу планету с предупреждением. Если не будут прекращены войны и разрушения, Земля будет уничтожена извне, поскольку представляет угрозу для остальной Вселенной. Война миров, 2005 года Никто не поверил бы в начале 21-го столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа, более развитые, чем человек. Что в то время, как люди, занимаясь своими делами, их исследовали и изучали. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. А между тем, через бездну пространства, на Землю смотрели глазами полными ненависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы. Послезавтра, 2004 года Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе. В одной части света все живое погибает от засухи, в другой разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы внуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период. Земное ядро, 2003 года Геофизик Джош Киз сделал шокирующее открытие. Ядро Земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда. Киз с командой первоклассных ученых должен отправиться в экспедицию, к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле. Чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается. Армагеддон, 1998 года Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо. Или совместные усилия лучших из лучших, вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии? Столкновение с бездной, 1998 года Земле грозит неизбежное столкновение с кометой, что приведет к гибели всего живого. Президент США сообщает миру, что до столкновения с бездной остается год. На комету отправляют корабль Мессия, который должен взорвать комету. Но от взрыва комета разлетается на две части. Ничто не может спасти человечество. Как поведут себя люди? День независимости, 1996 года На Земле принимается сигнал, посланный источником явно неземного происхождения. Источник этот приближается, и на уши поднимается вся планета. Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.